Канад Досмуханов решил проверить свою историю. Обратился в один из банков. Именно там мужчина узнал, что входит в черный список. Оказывается, на его имя еще в 2017 году оформили кредит в организации «Честное слово Казахстан». Пострадавший сразу же написал заявление в полицию. Правда, там делом заниматься не спешат. Почему-то мне полиция на дополнительный допрос не вызывала. И если я звоню следователю, который вообще принимал мое заявление, он говорит, что не он занимается этим делом, а кто-то другой. И здесь у меня вопрос такой становится, почему такое отношение нашей полиции, если я как гражданин Республики Казахстан обратился к ним. Это факт мошенничества получается. Это вообще уголовное дело должно быть. По всем правилам, микрокредитная организация уже давно должна была забросать должника письмами и звонками. Однако в течение двух лет ни одного намека на задолженность мужчина не получал. Он уверен, это делалось умышленно, чтобы сумма превратилась в ужасающее число. Как мошенникам удалось оформить документы, остается только догадываться. Предположение, не знаю, честно сказать. Ну, бывает, что я каким-то знакомым скидываю свое удостоверение ватсапом. Да, вот это бывает. Скорее всего, где-то ИИН мой где-то вылез, может быть. Потому что, скорее всего, оформили просто по ИИНу этот кредит. И все, подпись, наверное, там даже примерно, что в удостоверении, может, было и поставили. Но я заявляю, что этот кредит я не брал. Я готов это и на суде доказать. И я думаю, что это легко доказать в целом. И не нужно из него делать гражданско-правовое отношение. Нужно его превратить в уголовное и данного руководителя посадить. Канадос Муханов призывает всех казахстанцев, пострадавших от кампании «Честное слово Казахстан», объединиться и написать коллективную жалобу. Мужчина уверен, что это не единичный случай. В отношении этой кампании к арагандинским отделам полиции зарегистрировано три факта мошенничества. Ведется расследование. Адвокат Илья Махлов отмечает, что микрокредитование и финансовые махинации, связанные с ним, получают все большее распространение. Именно поэтому начальные сведения необходимо собрать самостоятельно. Нужно поговорить с судебными исполнителями, взять решение судов. Вообще взысканы эти деньги с должников или же нет. Обычно там делают нотариальную надпись. То есть если займ у нас сейчас оформлен, если договор полностью подписан, там не обязательно обращаться в этой же конторе, в суд, например. Они делают нотариальную надпись. На основании этой надписи уже действует частный судебный исполнитель. То есть нужно отменить эту надпись нотариальную, обратиться в суд о признании действительным. Но это все-таки занимает время. Это два-три месяца, не меньше. Однозначно людям нужно будет ходить. Если вы стали жертвой в подобной ситуации, в первую очередь необходимо выяснить, о какой именно организации идет речь. Обратиться к ее ответственным лицам, прояснить, как, когда и на какую сумму был заключен договор. Собрав всю информацию, обращайтесь в суд для признания договора недействительным. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.